честное слово спасибо огромное крупа прибыла я не знаю что это за сова но мне кажется что это не ясно всем привет сегодня я хочу поделиться в прямом эфире новостями которые произошли за неделю в приюте верность и сегодня хочу рассказать первую свою новость самую наиважную которые считаю новость номер один это вот это вот афиши как мы ее назвали здесь написано поддержите первые в россии бесплатный вид санчай смоленского приюта верность и так далее под qr-коду можно попасть на наш сайт где есть платежное окно и оказать благотворительную помощь либо перечислить по номеру вот этой карты на самого дмитрия сергеевича сбербанковская карта почему мы запускаем такую акцию дело в том что так или иначе слуха наши вид санчасти расползается по всему городу и всей смоленской области и все чаще к нам на лечение именно я хочу уточнить этот момент на бесплатное лечение на весь период реабилитации попадают животные бесплатно так как наша вид санчасть получает все большую известность в этом плане до тяжело раненых и больных становится все больше это нагрузка на коллектив который ухаживает за этими ранеными животными больными тяжело ранеными и скажем так больше требуется времени на уход это нужно штат развивать и тому подобное и все это требует средств поэтому я очень сейчас хочу обратиться ко всем кто меня слышит за поддержкой именно к населению очень просим помощи в нашем деле потому что дело на самом деле нужное я когда настоял на том чтобы это ведь санчасть было есть будет бесплатно я не ожидал что такой наплыв будет тяжело раненых и больных животных вот чем дело поэтому сейчас когда наши ресурсы уже требуют дополнительной помощи мы решили обратиться к населению друзьям городу к любым людям которые нас слышат понимают и понимают проблемы животных вот таким вот образом всю информацию о нашей деятельности можно посмотреть и отследить за за весь период существования это ведь санчасти на нашем youtube канале под названием верность т.в. в соц сетях приют верность смоленск это контакт одноклассники facebook instagram то есть сейчас вот мы начали освещать эту деятельность все более подробно к сожалению не всегда есть такие моменты и каждый момент мы не можем отснять почему потому что наши вид санчасть загружена очень серьезно и едут и люди которые помогают приюту привозят корма медикаменты все это боеприпасы для нас можно так сказать и мы не можем оставить людей без внимания кому-то нужно выйти провести экскурсию кому-то что то объясните это вещь нужна но это все равно нас отрывает от наших обязанностей кроме того что мы должны провести но пообщаться с людьми провести экскурсию нас еще дел по горло кто-то кашу варят кто-то убирает кто-то ухаживает за больными послеоперационными животными и это немаловажная деталь от такого стационара почему те животные которые к нам попадают на реабилитацию со стационаром да я бы сказал так 50 процентов это успех выздоровление это операция проведенная грамотно до специалистом это врачом с которым мы работаем уже пять лет это грицкевич вадим александрович который спас уже достаточное количество животных этому человеку низкий поклон как говорится кто получил от него помощи думаю все его знают но 50 процентов остальные успешного выхода к здоровому состоянию да это именно уход потому что операция операции она понятное дело очень важно но и само отношение потом к животному уход уделение времени ему после операционной это вторые 50 процентов потому что питомцы попадают нам с разным характером и не каждому то можешь подойти укольчик плавно поставить кто-то сам пододвинется под шприц кого-то нужно удерживать и один человека у него не держит двое его могут не удержать а бывает и в четвером держим и это все время это все нагрузка нужно оторвать людей от того кто кто-то прокручивает на мясорубке мясо чтобы она равномерно всем попала не просто кусками потюкать кому досталось кому не досталось его снимаем с работы кто-то ведет уборку вольеров кто-то разгружает опилки которые завезли и на улице вот-вот пойдет снег или дождь чтобы их сохранить в сухом состоянии нужно пошустрее шевелиться и все это заносить под крышу помещения и вот этих людей всех нужно оторвать собрать в одном месте и удержать допустим не совсем спокойного пациента а хочешь не хочешь уколом и сегодня антибиотик например прописан и все и вот для этого нам нужно и штат развивать и чтобы врачи у нас находились здесь круглосуточно почему чтобы нам нанять на работу врача круглосуточно нам нужна стабильность чтобы мы позвав на работу сюда врача знали что мы вовремя сможем его труд оплачивать дело в том что основную часть пострадавших животных нам везут ночью с чем это связано может быть видимость на дороге когда водитель едет на такая но большей части я думаю это связано еще с тем что не каждый человек в наше время может сорваться с работы и потратить свое время на вот оказание помощи животным не у каждого есть возможности после работы у людей больше возможности и помощь приехать оказать там и корма привести и вот таких вот животных в основном люди имеют возможность привести к нам после работы на этой неделе у нас собралось 17 щенков то есть немножко оттуда привезли немножко оттуда немножко оттуда и вот так вот на уровень 17 мы вышли что я хочу сказать по этому поводу хочу обратиться к людям которые обращаются к нам за помощью в приеме щенков я сейчас еще раз озвучу условия приема щенки до 4 месяцев принимаются бесплатно но обязательно с прививками и что значит прививки прививки не значит то что вы поставили прививку и привезли в приют нет за неделю до постановки прививки травятся глисты потом ставится прививка проходит 21 день ставится вторая прививка и после второй прививки можно к нам теоретически раньше можно было так сейчас на данный момент условия опять усугубились почему потому что приют переполнен свободных мест под приемом щенков нет мы заняли все самые большие боксы практически и вопрос чем заключается что суда добавляется еще очередь вот здесь я хочу попросить извинения перед людьми до чтобы меня понимали правильно не то что мы где-то виляем что-то выкручиваем там и тому подобное брать не хотят нет дело не в этом у нас есть определенный лимит поэтому теперь так люди обращаются к нам ставят прививки и после прививок они попадают на очередь а перед ними уже стоят три или четыре человека у которых по два по три по шесть по восемь щенков и каким образом дальше идет работа то есть человек поставил прививки я его поставил на очереди а мы допустим раздали одного двух трех пятерых щенков бывает залпом по четыре отдавали за я тут же человеку стоящему на очереди звоню василь иванович взял пять штучек от своих восьмих уже полегче будет и привез к нам еще раздали еще позвонили забрали потом у второго человека так на очереди вот таким вот образом потому что не хватает ресурса сейчас вот в этом вся проблема заключается так то мы не против их принимать это сами понимать будет поддержка будет с нашей стороны работы мы как вам сказать ну по моему за такой период времени уже доказали что кармана не набиваем работаем как бы в правильном направлении я думаю никто в этом сомневаться не будет но лимит на 6 черпах баксу или боксу не помню как его зовут и все время его забиваю он из корды моего перелом лапы был бедренной кости операция прошла успешно барбос уже потихоньку становится на лапу наша волчица самая ласковая самая такая толерантная лояльно пострадала каким образом но она не совсем как-то в этот день задружила с масяной тоже с волчицей это так и вот удачно вцепилась лапу что чулком сняла шкуру просто практически до самых пальчиков вот врач владимир александрович очень быстро приехал отреагировал как всегда уже пять лет с этим врачом работаем то умница золотые руки вот быстренько зашил за что пол это но я уже пять дней нахожусь в операционной грубо говоря вблизи операционной мне приходится ночевать жить сейчас на первом этаже вместе с волчицей почему потому что она находится в воротнике и нужно следить чтобы она не разлезала себе лапу почему потому что для волка воротник это вещь ненадолго скажем так вот но пока все идет успешно я думаю дня через три я выйду из больничного режима и могу вздохнуть как вы заметили последние наши рублики к нам начали приезжать известные блогеры которые рекламируют нас оказывают нам всяческую помощь и вот сегодня на этой неделе к нам приезжала ирина белоглазова довольно таки известная личность нашем городе и она приехала к нам не с пустыми руками я думаю дальнейшие наши встречи будут продолжаться все желающие кто готов посетить приют готов прорекламировать на нас на ваших ресурсах ваших каналах соцсетях и тому подобное милости просим как говорится приезжайте поддержите нас проходит новый проект это осуществить мечту собаки и в данном случае у нас сейчас была стрижка в очень серьезный такой парикмахерский собачий барбер док на воробьева 11 9 где нам оказали эту услугу совершенно бесплатно и пообещали что всех наших нуждающихся лохматых мечтающих выглядеть прилично чтобы побыстрее найти дом они сделают это на таких же условиях мы в свою очередь выражаем огромную благодарность этим людям которые приняли наших беспризорников скажем так ну и привели их в такой презентабельный вид который в ближайшее время позволит им быстрее найти дом ну на чем хочу сейчас завершить наши новые все ну мы держимся и думаем как поставить на ноги приют так чтобы он мог как бы сама финансироваться да поэтому я сейчас еще это скажу вскользь последнюю новость мы разрабатываем пару бизнес-проектов это будет лично бизнес-проекты приюта весь доход от которых будет направляться на поддержание приюта на оплату труда врачей и тому подобное то есть мы решили завести какую-то свое камерализированное хозяйство которое бы непосредственно могло бы нам давать какую-то стабильность именно вот на зарплаты людей которые работают в команде ведь вы понимаете что ничего бесплатного нет вот эта лампа которая на камере находится и светит чтобы вы меня видели да она нужно купить или батарейки и оплатить электроэнергию и все такое люди которые это делают они не могут тоже бесплатно скажем так убирать кормить и все остальное даже объявление печатать это все работает требует времени поэтому последняя новость такая она вскользь что за бизнес я пока умолчу но скажу что мы работаем в направлении того чтобы камерализировать нашу деятельность именно вот таким планом не касаемо животных чтобы на этом на животных зарабатывать денег не будем никогда но скажем какой-то свой бизнес откроем это я думаю давным-давно нам пора нужно было сделать сейчас вот в такие времена волшебные которые шатает вправо-влево нам нужно что-то свое хотя я честно говоря мне и так работы хватает по управлению приютом время очень много нужно и конечно бизнес будет еще в сторону оттягивать ну а что делать на этом я хочу закончить наши новости всем пока но что предупреждать что это 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 Продолжение следует...